братья мои позвольте прокомментировать один пост отправили садар аль куфр пост одного из адептов этого чахмизма постараюсь быть максимально кратким он пишет вы только задумайтесь друзья друзья уже грубая ошибка поставил . ладно это конечно не к тема не касается но тем не менее эта секта существует всего 200 лет но он говорит про нас да про альсу на что это секта существует всего 200 лет то есть согласно вертикали логике этого джахмита если бы мы существовали тысячу лет то канонически оправданы и обоснованы наши взгляды понимаете да конъюнктура мышления этих людей и указание на то что 200 лет всего это всего 200 лет до всего лишь 10 лет а вот аля шара тысячу видите поэтому мы круче это вот направление мысли этого джахмита издар аль куфру во первых мы не 200 лет мы существуем 1444 года чуть больше с момента пророка салла ассалям на шагида ахиды ахали сумма джима и откройте наши книги смотрите это наши ученые не ваши ваши написали о калями вот это ваш арази ваш аль-и-иди ваш аль-амиди они о калями писали и не сумму от ахиди аллах чисто калям поэтому наши имамы это абдуллах сунна книга книга аль-бухари халкуль афаль это наши имамы посмотрите на них согласно этим книгам вы куфары и вас так фили наши ученые вас так фили наши ассаля фусалях имейте ввиду ясно да и это не мои слова это слова абу ханифы он вас так филил считал вас ну не то чтобы именно конкретно вас а тех кто отрицает тех кто отрицал кто отрицал господа на небеса над небесами и это этот нас удостоверяет ваш макинон аби ханифа ваш зэнди аль-кавтари а до него он то есть не нужен нам 100 лет мы просто уже батя сестры просто я называю этих людей потому что они с ним считаются это их такой скажем кумир да это их их авторитет а так то это конечно же в книге аль-фикт аль-абсат это также абон у 그냥 и так там про suite это имам махамад ибна муссраб и misab это очень считал тех, кто отрицает Аль-Уллу, кафирами. Абул Аббас Ас-Саррадь Ас-Саррадь Который является учителем Аль-Бухарии, муслима. Тоже считал отрицающих Аль-Уллу, кафирами. То же самое сказал Ибн Хузаима. Ибн Хузаима. И такое же сообщается от Ад-Да'а. Ад-Да'а. Эти имамы-гиганты ранних веков считали вас, Аш-Аритов, ну, не именно вас, как Тайяр, а именно отрицающих Аль-Уллу, а вы же отрицаете Аль-Уллу, кафарами. Это только в одной мас'але. Мас'але Тул-Кур'ан, или Калям Аллах, Ибн Худама вас считал занадыга. Причем трусливый, занадыга. И как же он прав? То же самое и Ас-Садзи. Похоже, и сообщается так же от Ибн Акила. Ну, и так далее. Ад-Дуя'а Аль-Махдаси со своей цепочкой привел свои книги. Она, не знаю, сейчас издан, нет, но есть Махдута, у меня тоже есть копия. Он привел до одного из шейхов Аль-Бухари, что кто говорит, что Коран Аль-Бара, кафир. Вернее, Аль-Бара, хикая, но это одно и то же. Это между Матурди и Аль-Ша'ар. То есть, Аль-Ша'ара, Махдазлийты, в Сафате они, Джахмиты, в Имане они, Мурджииты, в Кадре они, Джабариты. Коктейль всего самого худшего. Поэтому вот такой вот недалекого ума Джахмин будет говорить, что нам всего лишь 200 лет. Ну-ну. Он говорит, среди ученых-привеженцев четырех мазхабов у них нет... Здесь текст не совсем понятен или я слишком сонный. Я не знаю, о каких мазхабах он говорит. Может, он говорит о мазхабе Петр или Иоанн или Марк, я не знаю, может, Луки. Но если он имитуду исламские наши мазхабы, то я уже привел. Я уже привел, что они вас так ферили. Вы куфару этих мазхабов. Да, есть в мазхабе такие же полуджахмиты. Есть, конечно. Были, кстати. Опять же, это позднее. Но если мы говорим о начальных, в начале, и ученики, и ученики учеников, то вы куфару у них. Поэтому здесь я бы не стал таким уверенным так вообще заявлять. Говорит, что ашариты тысячу лет знамя исламское. Ну, не совсем исламское. Они, конечно, себя называют мусульманами, они себя относят к исламу, как и любая другая секта. Как и аравафы, как и хавариджи. Все они себя к исламу относят. Однако соответствие какое? Мы левое. Мы представляем вот эти книги, которые Шестяна назвал, да? Более того, даже сегодня исламская литература издается 99% именно нами, ахля-ссунна. И большинство, подавляющее, абсолютное большинство, тахкиков, тоже наши. Боли аль-аша'ра в этом от нас зависят. Они читают наши мухакакаты и наши таба'аты. Гляньте, все авторитетные, даже ашаритские издания, наши издания. Лучшие издания это наше издание. Вот Фариябе, который, Дару Таиба. Кутубуситта. Все издания, которые есть, вот все, Дару Саляму, Дару Рисаля, потом, что там еще есть у нас, Дару Таиба, Чистями, да? Дару Мавадда, Чистями, Дару Бни Кафир, Чистями, Байт Л Сунна, Чистями, Дару Бни Джавуз, Чистями. Все они царапитские. И тахкикаты наши тоже. Буду пашар Ауад, или Ахмад Чакир, Фариябе, Аль Ауазами. Все они ахли сунна. Потом, Мусна, уже ахли сунна, Бедаван Нихая. Ибн Кафир, лучшая издание, Дару Таиба, наша. Дару Шаар, наша. Дару Лун Джавузе, тоже наша. И тахкикаты. Ат-Табари, два самых лучших издания. Это либо Ахмад Чакира, наше издание, наш махакик. Либо Ат-Турки, наше, наш махакик. Дару Лун Джавузе, наше издание. У них, у Аля Шаар, нет ничего. И они вот такие же пустые были и вторыми. Ибн Аасакир, признаю, их тоже такое, авторитет Ашалидский. Их авторитет, да, Ибатулла, Абул Касим. Он признает, что их было меньшинство. А это, шестой, седьмой век, шестой век. Он признает, их было меньшинство. Тогда еще. Понимаете? Поэтому здесь бы я был бы повнимательнее. Потом он здесь еще пишет какое-то слава блуде, это маловажно. А он здесь называет, Абулла, Абулла, Джибрин, Ибн, Джибрин, Рахман Аллах. Называет, Ахмад Аль-Ансар, и другие, и другие, и другие. Все, секты прямо или косвенно заявляют о том, что после эпохи салях, и до прихода Мухаммада, ибн Абул Хаба, их убеждения практически никто не придерживался. Ложь. Да? Типичная ашавитская, джахмитская, я извиняюсь, ложь. Эти шейхи говорили о заблуждении. Что большинство, что истины, что истины, всегда мало люди придерживались. Но даже вот эта малочисленная группа, Ат-Та и Фат-Уль-Мансура, да, мы, вот в этой малочисленной группе, ну, в малочисленной группе, все издания наши, труды наши, махтутаты, почти все в нашем махтубатах, ну, не все, но многие, но доступ к ним получен, вот так получилось, почти только нашим ученым, именно наши ученые, и вытаскивают эти книги, и переводят на понятный язык. Как же так получат? Аллах доверил именно нам. Ну, вот как же так? И он здесь потом, этот Мискин потом заключает. Как вообще может следовать за этими людьми? А можно, то есть, насколько слабым, насколько слабым должен быть разум человека, чтобы следовать за псевдозалекретами. Ну, понимаешь, автор, если бы это говорил какой-то интеллектуал, то можно было ему доводы предоставить и выйти с ним на дискуссию. Но когда подобное спрашивает недалекого ума дагестанский джахмит, не отличающийся умом и сообразительностью, здесь только улыбка, ухмылка с намеком на свое превосходство. Все. Понимаете? Братья мои, вы можете к нам на сайт зайти о них почитать или на наш канал в Ютубе, или на каналы Ютубы, каналы в Ютубах. И они ресурсы, скажем, в интернете наших коллег. В Ютуб-каналах наших коллег. Очень много этих разоблачали, аль-хамду лилля. Поэтому я вам показал, что этот человек, говоря о мадхабах, не знает мадхабы. Говоря о мадхабах, не знает мадхабы. Даже возьмите Акиду Аш-Шафа, который по риваяту Абуль Хасна Аль-Хакари, и которую приводит Аз-Захаби и удостоверяет. Аз-Захаби и удостоверяет. И Аль-Лаляка и тоже приводит. Только вот этого факта хватает, что Аш-Шафа был мучасима, ну, если говорить их языком. Так же про Ахмада и про других ученых. Книг с Аллахом, книг с Аллахом, когда ислам был разъяснен со всеми его вот аспектами, да, все вопросы, доктрины были разобраны, а Шритов даже не существовало. Они появились на почве мухтазилитов. То есть их основатель мухтазилит. Потом изменился, тоже был заблудшим, а потом пришел к истине, это было совсем немного, и тут он пришел не полностью, ну, конечно же, он максимально к нам еще, ну, я говорю про Абур-Хасан, его третий этап. Они взяли его этап ихтизаля, вернее, полу-ихтизаля, и не взяли этап, когда он максимально к Ахли-Суна приблизился. Поэтому Аш-Шарит, как сказал Ибн Кудама, Трусливий Занадика. Валхамдуллахи Раббилаламин.